что можно сказать о ронетке друзья корюш она у меня то ли процветает то ли доживает свой век уже где-то 30 но если считать от рождения саженца то 31 год получается воды были красно-розовые крупные фактически полу яблочки но годы шли и она постепенно постепенно уменьшалась размерах и краснела потом уже стала бордовая всем это соотнести но может быть с тем что прививал на сибирк которая ярко-красная свою окраску передала вот там кстати если смотреть вдаль он ведь его он ветка на какой высоте это уже высота сумасшедшая вон там вон там вон там которая слева кажется пониже вот это уже где-то 3 этаж значит судьба у нее было печально молодости и и объели был такой у нас лет 15 назад когда у нас нападение было гусениц бабочек капустниц сожрали тысячи деревьев по всей округе до нуля до середины лета на таранетке не было ни одного листика а потом вдруг середине лета появились листочки с нуля вот побеги и она вернулась старое состояние прежнее вот так нужно ли а таранетка ну конечно дошло до того что как видите никто ее с ней ничего не собирает ни я ни одно плода когда она была моложе ей и его собратьями интересовали скупщики сейчас как-то и скупщики притихли она самая дешевая была принимали ведро по 30 40 рублей поэтому она пользовалась спросом сейчас они забыли но самый беда не этом беда в том что они забыли садоводы почему то есть фактически вот видите это чудо это действительно чудо почему кладезь витамином немеряны и то есть я ее как бы пропагандирую не занимаясь ее выращиванием вот искажен железо воронятку выращивает вот шеврач у нас у меня и такие яблоки почти крупноплодные гниют ну собирать некому не до нее до сих пор он абрикосы не собрали хотя их время уже ушло до гнивает сильно много вот и что дальше что с нее будет на ней было привито яблоня под названием богатырь давала всегда ведерко яблок а хороших отборных вот эта прививка вот сейчас она дело в том что здесь тень и мы сейчас видим что уже вот даже такие листики она полностью попала в тени это прививка не могла вылезти отсюда из тени почему позже была построена вот эта беседка вот вот она беседка на крыше беседки и судьба этой прекрасной прививки этому сорту богатырь судьба и была предрешена все воронятку как родительское дерево на не привито видите не было привито собственно сейчас не знаю какой вот сейчас сторонку отхожу покажусь с этой стороны вот выражая немедленно и я должен сказать что должен сказать что получилось как вот допустим представим себе что гипотетический случай ездили мы на запорожцах я ездил много лет на запорожцах ездили на как я много лет ездил на ногах вот на жигуленки много лет ездил я представим себе что мы отказались от запорожца такие хоть какое-то средство передвижения правда чаще толкать приходилось чем ездить но иногда возила возили и акаи запорожец иногда возили вот а представим себе что отказались мы от них а взамен пересели мы на мерседеса но мерседеса вниз колес вот сел порулил сняли вот и моторы это самое запорожца то есть у мерседеса нет забыли поставить да вот и а руль есть сел посидел руль покрутил еще своими словами биби у меня также этот полуторилетний ребенок так играть внучок вот что нам досталось взамен то есть отказались мы вы теперь поняли аллегорию мы отказались от раниток и решили что нам нужны только крупноплодные а их то предлагает гигантское количество а сейчас компьютер почти в каждом доме интернет почти в каждом доме вот и в деревне все равно ноутбук и кругом слюни текут а кругом сотни этих питомников предлагает сами знаете ну с ворону фотографиями как правило вспомните это одна единственная колонавидная яблони удачная фотография которая на 15-20 сайтах по продаже колонавидов то есть эти сайты не смогли сделать свои фотографии значит нечего было фотографировать раз присвоили чужую одну единственную на всю россию удачную и вот получилось что получилось такая аллегория уж извините за нее вот что а да и причем она рынок а там фотографии а там яблоки знаете какого размера увеличили футбольный мяч не стоянется мяч футбольный мяч вот ну как не купить а так как из тысячи это все средняя азия из тысячи погибает ровно тысяча из миллиона ровно миллион не 999 чтобы там одна осталась из миллиона хотя бы одна нет из миллиона погибать ровно миллион получается не ранеток вот не культурных и тем более за размером с это с футбольным мяч яблоками захотели иметь все получили ничего вот на этом я заканчиваю грустный рассказ о ранетках вот есть у меня еще желтая ранетка она еще созревает и они еще расскажу вот и еще скажу что я устал это значит что семена с этой ранетки я не продаю